Всем привет, мои дорогие, с вами снова Элина, и сегодня я решила заснять вам видео, где я расскажу о своем разводе. Я буду не очень громко говорить, потому что ребеночек у нас тут спит. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, случайно, такое, наверное, возможно, я была замужем за голландцем, про это у меня есть видео, как я вышла замуж за голландцем, по-моему, даже есть видео про нашу свадьбу, есть видео, почему мы решили развестись, и сейчас я хочу рассказать немножечко про развод. А это видео будет в нескольких частях, я так понимаю, как минимум, видимо, в двух, потому что процесс это не быстрый, и, в общем, да, как-то так. Ну, давайте, пожалуй, приступим к рассказу. Ну, кстати, да, для тех, кто тоже первый раз на канале, ребенок не мой, вот, детей у нас общих с мужем нет. Наверное, надо сказать, что это хорошо, что нет. Итак, уже прошло три месяца, как мы решили с мужем развестись. Не хочу пересказывать всю историю заново, как я говорю, у меня, в принципе, по всем этим поводам есть видосики, поэтому, кому интересно, можете их посмотреть. Меня просили рассказать, как проходит развод, потому что, наверное, многим это может пригодиться. На самом деле, уже прошло три месяца, но так еще мы на развод и не подали. Расскажу систему. Вкратце, то есть я была замужем пять лет, больше уже пяти лет, и, в общем, в общей сложности вместе шесть лет с мужем. Он мне до сих пор никаких документов не сделал, несколько раз мы пытались их сделать, но так ничего и до конца не доделали. Сейчас у меня документ следующий, что я нахожусь в ожидании вида нажительства в Чехии, потому что не так давно мы переехали в Чехию, пожили там недели две и поняли, что нам надо уже точно расходиться окончательно, и, в общем, я уехала. Вот. Ситуация следующая. Мой муж не против развода. Он вначале не хотел особо ничего делать, но сейчас вроде даже, как говорит, что он уже хочет побыстрее все закончить, чтобы мы вообще больше никак не контактировали. Ну, видимо, чтобы, не знаю, на старые раны не давить или, не знаю, короче, не знаю, неважно, в принципе, почему. Вот. Я тоже не скажу, что хочу общаться с ним, потому что каждый раз, когда общаюсь, у меня стресс. На чем я остановилась? Я, кстати, начала это запыхаться. Вот. Мне это не нравится. Ну, в общем, муж не против развода, но он особо ничего не делает для этого, и он хочет развестись так, как он хочет. Он хочет развестись в Чехии, поскольку по ходу дел он в Чехии, хотя гарантии нет. Вот. Я хотела развестись в Голландии, потому что на данный момент я нахожусь с моей подруги в Голландии. Ну, собственно, как пошел процесс. Вообще, я хотела хоть что-то отвоевать из этого всего брака. У нас контракт, вообще-то. Многие считают, что я, наверное, дурочка, что подписала этот контракт, поскольку там сказано, что мы финансово не вместе, но... Были некоторые причины, по которым я его подписала, потому что на тот момент у мужа были долги из прошлой работы, поэтому я не хотела с учащегося в год их потом делить. Были очень-очень большие долги, которые благодаря мне он все-таки потом моим пинкам выплатил. И, собственно, проблема была очень быстро решена, но на тот момент они именно были, когда мы женились. И, в общем, не хотелось проблем в будущем, поэтому я все-таки скрипя, но подписала контракт. В общем, вот. Итак, чтобы узнать какие-то свои права, найти своего адвоката, мы пошли в Юридиш Лакет. Это организация, которая предоставляет бесплатные консультации. По-моему, только первая консультация бесплатна. Вот. Но хотя бы. В общем, вот. Мы пошли и записались туда. Сразу попасть нельзя. То есть нам назначили на следующий раз appointment. Время довольно-таки быстро, по-моему, через несколько дней. В общем, в следующий раз мы пришли туда. Очень приятно. Там была девушка. Целый час она со мной разговаривала. У меня очень complicated situation. Situation. Вот. Потому что скоро мои документы заканчиваются. По-прежнему после 5 лет брака у меня никаких документов нет. Вообще, в принципе, нормальных. Не говоря о том, что уже пора бы и паспорт иметь. Вот. И, в общем, всю ситуацию ей описала. Мой муж много делал чего-то такого, что, в принципе, против вообще государства. За что нужно наказывать. Ну, например, даже то, что он не сделал документы до конца, хотя, как бы, вроде как должен. То, что не делал мне страховку. И все такое прочее. Даже что по мелочам. В общем, костьков было много. Я думала, что, в принципе, это все очень отслеживается в Европе. Но, когда надо, видимо, нет. Вот. Очень приятная девушка. Она сказала, что, конечно, случай тяжелый. Вероятно, что-то можно капитально прям такое сделать, как мне надо. Но дала несколько вариантов. Всем обзвонила. В Бельгию позвонила. Хотя, изначально, я думала, наверное, лучше упасть к мужчине. Он будет больше заинтересован, чтобы помогать женщине. Мало ли там. Но, как бы, нет. На самом деле, видимо, к девушкам попадать лучше. Потому что, особенно, если ты так вот покажешь, что тебя так абьюзили. И, как бы, ты такая сильная женщина. А тебя так опускали, ничего не давали делать. И так хотела работать, но тебя не пускали. В общем, голландские в этом плане, мне кажется, будут более что-то делать для тебя, чем мужчина голландец будет делать. Мне так кажется, почему-то уже. Вот. В общем, она мне дала адвоката. Здесь есть также адвокаты. Я думаю, это что-то типа, как для малоимущих. Но, в общем, поскольку у меня сейчас нет дохода никакого. Можно было запросить адвоката. Мне уже его дали даже. Вот. И этот адвокат должен запросить, помните, у меня язык заплетается, квоту у государства. И, в общем, тогда я должна заплатить около 300 евро за адвоката. Всего лишь остальное будет платить государство. Плюс еще налог. Ну, в общем, около 400 евро за все. За весь процесс разводный. Что, как бы, в принципе, терпимо. Ну, по крайней мере, наверное, будут соблюдены мои права. В общем, меня отправили к этому адвокату. Этот юридиш лакет, кстати, есть практически, по-моему, в каждом городе. Так что, вот, у кого есть проблема, можете на раз сходить на консультацию. Она бесплатная. Вот. Адвокат, который мне дали, тоже девушка. Она на следующий день уходила в отпуск. И выходила только через две недели. Вот я потеряла две недели на то, чтобы ее дождаться с отпуска. Потом я к ней пришла. И эта девушка такая оказалась очень какая-то вадная, не сильно компетентная. И, в общем, в итоге она сказала, что я могу разводиться на территории Голландии, только если я здесь официально прописана или здесь прописан мой муж. То есть, если никто из нас сейчас не прописан, мы тут не можем разводиться. И, скорее всего, надо ехать в Чехию. Но если муж дает добро, если у меня есть вероятность зарегистрироваться здесь каким-то образом, тогда можно разводиться здесь. И, в общем, я позвонила при ней мужу. Муж сразу же захотел поговорить с адвокатом. Начала, как всегда, заваливать адвоката миллиардом слов. Адвокат сидела просто молча и говорила «да, да, да». Вот. Потом она сказала, что... Муж сказал, что он знает больше, чем знает она. Я про себя подумала, что, походу, оно так и есть. В общем, он ее пробрейнвошил, вообще мозги промыл. И я поняла, что с этой адвокатшей, видимо, больше уже ждать с нее нечего. Очень такая, не знаю, не очень. Короче, девушка, и при том ее ждали две недели. Потеряли тоже на нее лишнее время. Она меня отправила к еще одному адвокату, который тоже дает первую консультацию бесплатно. Это адвокат уже именно по иммиграции. И можно у него было узнать, можно ли каким-то образом здесь зарегистрироваться. Потому что, в принципе, я могла бы зарегистрироваться у подруги. Но, чтобы зарегистрировать меня, мне нужны документы, там, стикеры или еще что-то такое, которые мне сказали, что мне никто не даст. Потому что на это причин нет. Потому что нет причины находиться в Голландии. Я здесь не зарегистрирована, документов нет. Муж живет в Чехии. Вот, это я узнала у двух адвокатов. Еще одного знакомого и вот этого адвоката, который дала девушкам. Причем мой муж сказал, что он знает, что я иду к этому адвокату. То есть эта долбанная адвокатша меня сдала. Вот, и сказала, что я иду вот к этому мужчине. Хотя, я думаю, что это незаконно так делать. Это частная информация. Я на небеса была говорить. Но, видимо, он настолько и промыл мозги, что она ему все это уже рассказала. Вот. И, в общем, все адвокаты меня послали в Чехию. Мы с Любой подумали, что и с родителями, что реально, что-то все двери закрыты. Никто помогать не хочет. И как говорят, что здесь все охраняется, вот это, что всем помогают. На самом деле, особо никакой помощи вообще никто не предложил. Вот. Можно было, конечно, пойти в какие-то общества. Мне говорили, тут разные общества есть. Но они идут не от государства, поэтому они никак не могут решить вопрос с документами. И если придется уезжать, то уезжать все равно придется. Вот. И, в общем, пока что ни в какие общества я не пошла. Ну, не знаю, стоит ли вообще туда суваться или нет. Наверное, может и нет. В общем, потом меня отпустило как-то. Мы поговорили, опять же, с родителями, с Любой. И решили, что, может быть, не надо уже никаких мыстей. Потому что я уже была готова идти в полицию. Заявлять, жаловаться за такое на былое время. Потом мы решили, в общем, что не будем ничего против мужа делать. Что это все поддержка злых сил. Что это не нужно делать. Надо жить своим будущим счастьем. И поскорее закрыть эту страницу из прошлого. И забыть, как страшный сон про нее. Я написала мужу, что я не хочу больше никаких войн. Не хочу в болоте этой грязи на бок в ОГГ купаться. Что хочу выйти из этой грязи как можно быстрее. И давай все решать мирно. И все такое прочее. После этого он начал хоть как-то мне содействовать. Потому что нам помогали с документами в Чехии. Ну, в организации документов на визу на ВНЖ. Он мне дал номер этого парня. И этот парень мне сказал, что надо ехать в Чехию. Но надо попробовать продлить хотя бы визу на данный момент. Вот. Так что пока что, наверное, я буду что-то действовать как-то в этой среде. Возможно. А вообще, после разговора с мужем, потом через какое-то время, все-таки я поняла, что я все еще дико злая. И после разговора прям, конечно, хотелось опять что-то сделать. Нехорошее. Потому что, конечно, он плохо себя ведет. Не хочет помогать. Никак. Ну, не торопится с процессом самим. Как бы не хочет помогать материально. Хотя я считаю лично, что он должен это делать. Просто по-человечески. Помимо того, что он это должен по контракту. Вот. Но ему как бы до этого нет особо дела. Даже если мы мирно общаемся, он все равно как бы вот не особо собирается что-то помогать. Вот. Что, конечно, очень противно. И после разговора я подумала, что надо все-таки, наверное, что-то, может быть, сделать как будто гадость им. Я не знаю. Потом я начала отправлять письма в каждом эмбассе, как это в русском называется, посольство. В каждом посольстве, да. В каждой стране есть посольство России. Там есть списки адвокатов. Мы начали писать адвокатам. Вот. В Чехии, в Чехии, в Голландии, в Бельгии. Я очень злая сейчас. На вот этого волосатого товарища подкрывать, который бурчит, когда ребенок спит. В общем, ответили довольно-таки многие адвокаты. Но только, по-моему, трое написали какие-то отдельные советы. Остальные в первой строчке написали, сколько стоят их услуги. Я поняла еще раз, что у людей в глазах только вот евро, рубли, доллары и так далее. У людей в глазах реально только деньги. И их интерес это деньги, деньги, деньги. Никому твои проблемы нахрен не нужны. Никто их решать не собирается. Хотя понятно, что никто тебе ничего не должен. Но почему бы не помочь, если вы заявили на сайте, что вы можете помочь? Хотя бы направить куда-то, потому что я понятия не имею вообще просто, куда с этой проблемой идти. Вот. В общем, да, три человека мне ответили. Дали какие-то хотя бы наводки, намеки. Вообще, что можно сделать, за что спасибо. Как бы и... Ну, приятно, что есть все-таки в Альмине нормальные люди. Даже некоторые из них все равно в конце, конечно, написали, что можно обратиться к ним. Но это будет стоить денег. Но, по крайней мере, они дали хоть какой-то совет. И вообще, кстати, еще в Чехии. Мне надо было позвонить и узнать насчет того, какой у меня сейчас статус у моего ВНЖ. Они исключительно в МВД говорят только на чешском. Первый день они уже были закрыты, мы звонили, не дозвонили. Второй день я просила, на самом деле, очень многих людей узнать. Как очень многих? У меня там особо никого нет. Двоих, троих. Вот. Ну, двое девушек просила узнать. Никто, в общем, мне так ничего и не узнал. Меня начали нагревать мои сообщения. Хотя, знаете, что неприятно? Просто я понимаю, что, опять же, никто мне ничего не должен. Но если я говорю, что у меня важная просьба и очень срочная, у меня ограниченное количество дней, как бы, можешь ли ты мне помочь? Я не понимаю, зачем человек говорит, что да, я могу тебе помочь, если он не хочет. Зачем тратить время драгоценное вот этого человека, который обращается за помощью? Вот что я не понимаю. И два человека вот так вот меня драконили. Несколько дней я на них тоже потеряла. Одна девушка просто не отвечала на сообщение. Вторая выяснила у меня все детали вообще, что произошло. Как бы выведала всю информацию. Потом сказала, что телефон просто занят и больше не звонила, короче. Ну, несколько раз позвонила, занята. Хотя я когда-то туда звонила, никаких занятостей там вообще не было. Сразу отвечали на телефон, на удивление. Может быть, конечно, правда, было занято. И понятно, что у всех свои дела, как бы, да, это все понятно. Но, в принципе, конечно, такой помощи я не очень понимаю. Ну, да ладно, как бы, бог судья. Вот, я делаю свое выводы о людях, продолжаю делать. И, в общем, никто так и не помог. Я тоже в сторисах спрашивала. Может, кто-то есть в Чехии. Также, кто там, мои маломайские знакомые, никто на это не отреагировали. Я, понятно, что не хочу сама первая там писать, кому-то наяривать, навязываться, как бы, и себя навязывать. Не хочу все проблемы, не хочу навязывать. Но, в общем, я тоже поняла, что, конечно, в наше время чужие проблемы не нужны никому. И человек человеку волк, и каждый сам за себя. Поэтому никто мне из девчонок, более-менее каких-то там знакомых, незнакомых, просто с кем я контактировала, не помог. Вот, и тот молодой человек, который нам делал документы, он сказал, что есть при МВД около там что-то, забыла я, как называется, что-то от храма. Но я скажу это в следующем видео, я думаю, что... Вот, не от храма, в общем, какая-то, по-моему, религиозная даже, что ли, организация, которая помогает людям, у которых сложная ситуация, к которым некуда идти. Они помогут помочь с жильем и так далее. Вот, и можно туда к ним пораньше прийти, попросить, чтобы кто-то с мэс ходил, переводчик и перевел на чешский, вот, и узнал, что у меня с документами, какая ситуация, по крайней мере, ну, звучит вроде как фанессия, возможно. Поэтому, вот, на данный момент ситуация такая. То есть, пока на развод еще никто до сих пор не подал. Отомстить, походу, не получится. Но, в принципе, большинство людей мне уже говорят, что не надо мстить, надо закрыть это дело и вообще и забыть, как страшный сон. Хотя я не хочу забывать числе от своей жизни, потому что это была моя жизнь. Это были очень важные годы, молодые годы. Я не хочу просто забывать, как будто этого никогда не было, на самом деле. Ну, наверное, как минимум нужно забыть просто весь негатив вообще и вкрутиться в новое замечательное будущее, позитивное. Вот, без всяких там абьюзеров и прочее. Так, надеюсь, что без всяких абьюзеров. Вот. Поэтому вот так вот обстоит мой развод на данный момент. Я хочу сказать, что просто это все очень непросто. Довольно-таки сложно и никто по факту не хочет заниматься. Тем более, я знаю, что у вас особо нет денег. В общем, мало кто... Ну, в принципе, никто особо в этом не заинтересован. И как-то так. Ну, посмотрим, как будут обстоятельства дальше развиваться, как будет в Чехии. Я написала еще в другие организации. Возможно, кто-то еще с них ответит. Вот. Но пока дела обстоят как-то так. Вообще, на этой неделе муж обещал, что начнут переводить все бумаги, которые уже есть на чешский. И, возможно, уже скоро можно будет отправить все это в государство, как называется. В общем, куда надо отправлять, чтобы подать на развод. Но пока что все еще официально мы даже на развод не подали. Вот так вот. Такие новости. Так что будут апдейты обязательно, наверное, расскажу. Может, кому-то будет полезно. Так что, если нужна какая-то помощь, в принципе, в первую очередь, можете попробовать обратиться к бесплатному адвокату. Или к адвокатам. На самом деле, очень много адвокатов дают первую бесплатную консультацию. Вот. Поэтому можете обратиться. Хотя мало кто что-то такое говорит дельно. Хотя, я думаю, что если бы реально были бы какие-то варианты, то, наверное, бы их все-таки озвучили адвокаты. Хотелось бы такого адвоката, который, знаете, вот из-под земли достанет хоть какую-то маленькую, какой-то маленький вариант и его попробует. Но таких вот мне не встретилось. Адвокатов даже одна еще слила меня, куда я пойду моему мужу. Вот. Так что такие дела. Если у вас тоже были такие какие-то ситуации, может быть, вы тоже сталкивались с разводом в Европе, с европейцем, обязательно пишите. Может, кто-то может что-то подсказать, тоже обязательно пишите. Вот. И, да. Если кто-то есть в Чехе, вдруг все-таки кто-то хочет очень помочь. Или кто-то хочет встретиться, потому что, наверное, я в ближайшее время туда поеду. Тоже пишите. Вот. Ну и до следующего видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok